Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий. Сегодня я хочу рассказать, меня просили о том, как работают банки. Итак, как работают банки? Для того, чтобы зарегистрировать банк, нужно что сделать? Надо показать какой-то собственный капитал у банка должен быть. По этому собственному капиталу есть определенные ограничения, то есть меньше минимума нельзя, и, собственно говоря, получить лицензию. Вот, нужно показать, что у тебя есть собственный капитал, и получить лицензию у центра банка. Собственный капитал, по-моему, там минимальная сумма 250 миллионов рублей, что ли. Вот, у банка должно быть. Теперь дальше. На чем зарабатывает деньги банк? После того, как он получает лицензию, ну, самое простое – это валюта обменной операции. Когда-то это было очень прибыльно. Вот. Банк имеет возможность покупать валюту, ну, у центра банка или по межбанковским кредитам. Там немножечко больше возможностей, чем у простых граждан. И банк имеет возможность, имеет право покупать валюту у населения и продавать валюту у населения. Между ценой покупки и ценой продажи существует маржа. То есть банк покупает деньги, доллары, например, у людей, а потом продает те же самые доллары людям. Либо, если не хватает денег, чтобы купить, чтобы продать, то банк может закупить деньги у центра банка. Ну, по курсу. Вот. И, ну, купил, например, за, там, ну, скажем, за 65 рублей доллары курс покупки. Курс продажи 67 рублей. На каждом долларе 2 рубля разница, 2 рубля маржа. Вот. Тысячу долларов купил, продал, 2 тысячи рублей получил. Вот. Второе источник поступления денег в банк – это расчетно-кассовое обслуживание. То есть банк предоставляет просто, вот ничего не делая, просто предоставляет юридическим лицам право просто открыть счет у себя, а юридические лица, после того, как они зарегистрированы, они просто обязаны по закону иметь счет в банке, как минимум один. Вот. И поэтому юридическим лицам деваться некуда, они идут в банк, банк говорит, о, хорошо, давайте ко мне. Значит, он регистрирует расчетный счет за введение расчетного счета, это просто так вот дойная корова, ежемесячно взимается плата, и там она очень даже не кислая такая, там, тысяча рублей может быть, там, может быть больше. Ну, например, вот Сбербанк, да, со второго года, насколько я понял, с ИПшников берет 2000 рублей в месяц за обслуживание. Просто так. Вот. Ну, вот такие деньги. Потом, это ежемесячная плата. За каждую платежку, которую мы посылаем, то есть я вот как юридическое лицо посылаю платежку, за каждую платежку банк берет комиссию, там, ну, в рабочее время это, как правило, 50 рублей, в нерабочее 200 рублей. После пяти часов. Ну, вот так положено. Вот так вот банк решил, и все. Вот. Дальше. Деньги, которые лежат у меня на счете, банк не платит мне процентов. То есть юридические лица за деньги, которые лежат на счете, у юридических лиц не платятся, банк не платит проценты. И эти деньги до последнего времени не входили в страхование. То есть, когда деньги граждан, например, морозятся, то есть агентство по страхованию вкладов, вы знаете, что в пределах 1 миллиона 400 рублей деньги возвращаются гражданам. Предприятиям деньги до этого никогда не возвращались. А у предприятия денег намного больше, чем у граждан, как правило, бывает на счете. Потому что, ну, там какие-то деньги аккумулируются. Например, заказчики мне заплатили, деньги лежат на счете. Значит, я хочу заплатить за что-то, за какие-то материалы, я их там аккумулирую. Ну, это во-первых. А во-вторых, деньги у предприятия не так просто снять, потому что там всюду нужно обоснование. Поэтому, значит, там, если предприятие получает прибыль, то деньги аккумулируются в банке. Банк эти деньги использует, как хочет, на самом деле. Вот, но об этом чуть позже. Вот, дальше еще один источник денег в банке – это депозиты. Вот, депозиты граждан. Это не так интересно уже банку, потому что банк, когда берет деньги для депозитов, то он обещает какие-то проценты гражданам для того, чтобы привлечь деньги граждан на депозиты. Если банку достаточно своих денег, собственного капитала или денег юридических лиц, которые лежат на счетах, то банку депозиты, в общем-то, ваши нахрен не нужны, и поэтому он снижает ставку по депозитам. И вот, например, в нашей стране еще банки бегают и ищут клиентов, чтобы клиенты положили деньги на депозит. А на Западе, хренушки-то, не то, что на депозит положишь деньги, то есть там не так это интересно, то есть они обязаны открывать, ну, с неохотой крайней. И там 0% по депозиту. И даже юридическое лицо, в общем-то, тоже банку, он говорит, у меня собственного капитала достаточно, мне не интересуют ваши деньги. То есть там надо доказать, что ты какой-то благонадежный. Вот, то есть для банка депозит, это идет по строке пассивы, это расходы. Теперь дальше, на чем еще зарабатывает банк, это кредиты. Банк дает кредит, то есть банк дает деньги в кредит. И в кредит дает под проценты. И вот на этих процентах, которые дает банк, ну, который получает за эти деньги, за использование денег, он имеет прибыль. Вот. И в чем здесь кайф? И в чем здесь вот, ну, как бы нюансы? Смотрите, банк, имея собственный капитал определенный, имеет право, ну, то есть есть у Центробанка минимальный уровень обеспечения собственным капиталом. Он составляет 5% от обязательств банка. То есть банк имеет право выдать кредиты, 5%, что это такое? Это в 20 раз меньше, чем 100%. То есть банк имеет право выдать кредитов, то есть привлечь денег, привлечь денег. Банк имеет право привлечь денег в 20 раз больше, чем имеет собственный капитал. Понимаете, да? То есть банк имеет возможность привлечь денег в 20 раз больше, чем его собственный капитал. То есть смотрите, если я, например, как физическое лицо могу дать кому-то деньги, скажем, в кредит и получить с этого процента, да? То есть я, у меня есть там, например, 100 тысяч рублей, да? Я даю какому-нибудь своему знакомому там в кредит под, ну, скажем, там 2% в месяц. То есть через месяц он мне возвращает 102 тысячи. Вот. Так вот банк, имея 100 тысяч рублей собственных, имеет право дать, сколько там, 100 тысяч умножить на 20? 2 миллиона рублей в кредит. 2 миллиона. И он получит за это дело 2 умножить на 20, 40 тысяч. Имея собственного капитала, вот такую сумму. То есть в 20 раз выше, чем собственный капитал, банк может привлечь для того, чтобы кредитовать кого-то. И банк в первую очередь, конечно, дает собственный капитал. Потом он может дать деньги, которые хранятся на счетах юридических лиц. Ну, спокойно их отдает в кредит кому-нибудь, потому что это ему разрешено по правилам деятельности. И депозиты, если этих денег не хватает, банк имеет возможность, первое, привлечь депозиты граждан. Почему банки привлекают депозиты граждан? И банк имеет право взять деньги в долг у Центробанка. И деньги у Центробанка, естественно, банк берет под проценты тоже. И что это за проценты? Там ставка определенная есть, по-моему, она называется Либор. Это ставка, ставка Либор. То есть это ставка, по которой банк берет деньги у Центробанка. И после того, как банк взял эти деньги, он может дать их в кредит, если у него есть кому дать в кредит, чтобы получить прибыль. Потому что разница между теми деньгами, которые он получил, то есть на депозитах он что-то платит, деньги, проценты. Юридическим лицам он вообще ничего не платит, никаких процентов. Центробанку платит. То есть банки больше всего заинтересованы, конечно, в том, чтобы у них обслуживалось как можно больше юридических лиц. И как можно, ну тогда у них будут бесплатные деньги, грубо говоря. Деньги от Центробанка они получают в кредит. То есть за эти деньги платить. Деньги на депозитах тоже они получают в кредит от граждан, потому что гражданам приходится платить. Итак, самый ключевой момент, что, значит, банк имеет возможность в 20 раз больше использовать денег для кредитования, чем имеет собственных. и дует всех, там, расчетно-кассовое обслуживание, комиссии, там, значит, за кредитации, вот, за всякие, за все он берет деньги. Теперь дальше. В чем здесь, почему банки разоряются? Смотрите, банк вот разместил собственный капитал, он говорит, все, ну, банк и собственным капиталом может пользоваться. и теми деньгами, которые положили ему, вот, юридические лица, физические, ну, и Центробанк, вот, и банк дает кредиты. Кому он дает кредиты? Он дает кредиты, ну, как правило, почему разоряются? Потому что банкиры дают кредиты, ну, кому я могу доверять? Да только себе. Себе они берут кредиты. То есть, прежде всего, они кредитуют себя и свои фирмы какие-то, то есть, ну, родственников каких-то и так далее. То есть, они начинают кредитовать собственный бизнес. То есть, смотрите, если я хочу заниматься каким-то бизнесом, и у меня есть какие-то деньги, вот, я хочу, там, блин, построить бизнес-центр и сдавать его в аренду. Я беру, скажем, денег в 20 раз меньше, чем стоит этот бизнес-центр. Организовываю банк, получаю лицензию, говорю, ребята, там, все, давайте, я буду вашим банком. Вот, собираю деньги в 20 раз больше, чем я положил собственного капитала, и на вот эти деньги строю бизнес-центр, потому что бизнес-центр будет приносить мне прибыль. И тогда я, значит, смогу обеспечивать эти кредиты, ну, теми платежами, которые я получу за аренду бизнес-центра. Вот, как бы, такая схема. И почему банки начали разоряться? Потому что они кредитуют в основном свои бизнесы. И когда в стране начались проблемы, когда бизнесы, вообще весь бизнес, как бы, не очень хорошо чувствуют, ну, и в том числе тот бизнес, который кредитовали банкиры, собственный бизнес. И оказалось, что банкиры, ну, не в состоянии отдать вот эти деньги. А они, там, взял кредит и не отдал, какие проблемы, потом взял, еще один кредит перекредитовался и так далее. И в результате банк становится, ну, как бы, вот этот вот бизнес, когда руководство банка набрало кредитов, оно не может их вернуть, потому что, да потому что оно их и не собиралось возвращать, собственно говоря. Вот. И Центробанк начинает смотреть, так, блин, а дайте-ка мне ваш кредитный портфель. А кредит – это же такое дело, что его могут вернуть, а могут и не вернуть. Вот, там есть процент невозврата. Ну, если кто-то не вернет, то уж лучше я не верну, считают банкиры. Вот. И не возвращают, собственно говоря. Вот. И поэтому возникает в результате такая ситуация, когда у банка не, ну, заканчиваются деньги, как бы, да, и денег от юридических лиц уже нет, собственно говоря, или, там, почти нет. Вкладчики что-то не несут деньги, а отдавать Центробанку надо там. Или, там, вкладчики пришли и говорят, слушай, я хочу забрать свой вклад. А как он заберет этот вклад, если он ему сам себе взял, дал в кредит этот вклад? И денег не хватает на выплату вкладчикам. И там начинаются всякие ограничения. Банк говорит, блин, я не могу. Вкладчики начинают жаловаться, идут Центробанк. И Центробанк присылает проверку. А дайте-ка мы проверим ваш кредитный портфель. И выясняется, что там в кредитном портфеле, в общем-то, так называемые, аффилированные фирмы в основном. И говорят, ну, вы что, ребят? Вот. Ну, и там нормативы какие-то есть. Вот. И в результате у банка нет денег, Центробанк приостанавливает кредитование этого банка, говорит, пока вы не рассчитаетесь с Центробанком, то есть не вернете все кредиты, значит, вы новые кредиты не выдаете. Вы пока, значит, ждете, пока вам вернут все ваши кредиты. А кто вернет? Если сам себе дал кредит, то новые уже не перекредитуешься. Средства вкладчиков там ограничивают Центробанк уже к приему. И, в общем, дается какое-то время определенное, там, два месяца для того, чтобы банк нашел деньги, чтобы, ну, восстановить вот эти вот дыру. Если он не находит этих денег, он бегает по учредителям, как правило, собирает деньги, говорит, ребят, блин, нужно спасать банка. А учредители сидят и думают, а оно нам надо спасать его. Вот. И, короче говоря, если банк не восстанавливает свои параметры, то Центробанк отзывает лицензию. И это происходит сплошь и рядом. И наиболее частая причина отзыва лицензии у банка, потому что банк кредитовал компании, которые принадлежат учредителям банка. Учредители, в общем, сказать, оказались, ну, не очень прибыльным бизнесом. И разорились. И разоряется банк. Вот поэтому у банков отзываются лицензии. И вот так, в принципе, работает банк. А люди какие-то, которые пишут комментарии, они говорят, почему банк дает там кредит под проценты, он должен давать бесплатно. Да сейчас. Ага. Вот. Вот так. Ну, я надеюсь, что я популярно объяснил о том, как работает банк. В следующий раз я, в следующем видео я объясню, как работает брокер, потому что брокер и банк, то есть люди путают очень часто, у какого банка открыть брокерский счет. Ребята хотели там через какой банк покупать акции. И что будет, если разорится брокер? Так вот, брокер – это не банк, это абсолютно другая организация. И принципы работы у нее абсолютно другие. Но об этом я расскажу в следующем видео. Поэтому оставайтесь на моем канале. Поставьте, пожалуйста, сейчас лайк. Надеюсь, что я доступно объяснил, что такое банк. Если вы не согласны, напишите в комментариях. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.